День весны и прекрасного настроения. Славянск на Кубани встретил Первомай. Чем он запомнился славянцам, смотрите в материале Андрея Вишневского. В нынешнем году первый майский день не был солнечным, но все равно порадовал горожан и гостей города довольно теплой и безветренной погодой. Возвращение к допандемийному формату празднования с демонстрацией и массовыми мероприятиями пока по понятным причинам не произошло. Еще по-прежнему актуальны меры предосторожности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. И все же, несмотря ни на что, праздничное настроение было у многих славянцев. Для людей любого возраста с Первомаем связаны как радостные воспоминания, так и традиции встречать этот праздник в кругу родных и близких людей. Строение замечательное, потому что я еще того поколения, которое это все хорошо помнит, как мы выходили, поэтому утром проснувшись, Первое мая, всех поздравляю, это все чувствуется. Всем здоровья, счастья, не болейте, празднуйте, праздновать будем обязательно, поедем на детскую площадку и вечером сюда придем с внуком, так что все замечательно. Поздравляю всех с праздником, всем здоровья самое главное, чтобы никто не болел, счастья и успехов всем. Мир, труд, май! Конечно, с самого детства помню эту площадь, как здесь парадом выходили, в школьных форумах еще. Ну и самое главное всегда, какой у нас был лозунг? Мир, труд, май! Поэтому даже вот в этот сумрачный день всегда с надеждой хочется смотреть в будущее и надеяться на мирное небо над нашими головами и благополучную жизнь для всех-всех-всех наших людей. Я бы хотела всех поздравить с этим прекрасным праздником. Я не настолько молода, я выросла в Советском Союзе, и для меня мир, труд и май – это большой праздник. Потому что без труда ничего не бывает в этой жизни. Мир – это самое основное, что надо каждому из нас. А май – это начало весны и начало жизни, да? Начало радости, вдохновения, когда все распускается. Поэтому я думаю, что один из самых лучших праздников, да? И поэтому каждому хотелось бы пожелать в душе мая. В жизни обязательно труда, без труда не бывает ничего. Ну а мира обязательно. Мы ходили часто, вот тут на Первом мае, с колонной ходили, потом с работы ходили. Не знаю, для меня праздник. Я вот уже проснулась, я говорю, пойдем в город, посмотрим, по-любому что-то интересное. Вот мы пришли вот тут мастеров посмотреть, что они делают. Ну, поздравляем, конечно. Планы куда-нибудь поехать, что-нибудь такое сделать. Мне очень бы хотелось, чтобы все вернулось. Мы тут стояли, смотрели. Это уже интересно ходить. Когда вот это, всякие там предприятия приезжают, там всякие показывают технику, машины. Ну, это очень, это должно быть. Порадовала славянцев выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, которая прошла на театральной площади города. Тут были представлены авторские изделия из камня и дерева, картины, куклы и многое другое. Многие из них уникальны, потому что существуют в одном экземпляре. Удивительные изделия славянских умельцев привлекли внимание тем, что сделаны они от души. У каждого мастера, у него свой почерк идет. И на самом деле, игрушки каждого мастера, они узнаваемы в своей среде. Поэтому, да, и когда у меня меняется настроение, мне даже бывают знакомые, звонят, Лена, у тебя все хорошо, у тебя игрушки поменяли выражение. Поэтому, да, на самом деле я в это вкладываю свою душу. Мне это занятие очень нравится. Я хочу сказать, что таких ярмарках мы мечтали уже очень давно. И очень рады, что наконец-то наши мечты осуществились. Потому что это не просто продажи. Это настолько мы получаем много эмоций, подкрепляемся эмоционально и продолжаем творить дальше. А в амфитеатре молодежного парка уже собиралась славянская публика, привлеченная фестивалем «Счастье быть молодым». Мы стараемся везде участвовать, нам это нравится. И, естественно, мы не обошли такой праздник, как 1 мая. То есть мы вот прям с радостью ждем этот концерт, который состоится буквально через несколько минут. У нас песня как раз про любовь. Мы старались какую-то такую выбрать, которая несет любовь, доброту. Все желающие, одаренные певцы и чтецы, как с песнями и стихами известных авторов, так и собственного сочинения, могли выступать в режиме свободного микрофона. У нас номера лучших творческих коллективов образовательных учреждений нашего любимого города, а также индивидуальных ребят, которые пришли. Они очень творческие. Обратите внимание, они все с гитарами. В общем, час музыки у нас ждет вас сегодня и всех. Мы поздравляем с праздником 1 мая. Душевное и зажигательное исполнение пришлось по душе всем собравшимся. Ты вместе с нами, а значит ты сможешь смыть всё своё идти. Главное ей не сдаваться и идти. Три, два, один. Жизнь одна, мир один. Жизнь твоя, а значит ты не победил. И вот именно мы, музыканты, артисты, пытаемся делать так, чтобы народ, чтобы народ, чтобы все, кто рядом, чувствовал вот это тепло, эту поддержку и всё-таки хорошее настроение. Самое главное, неважно, какая погода была бы вокруг, всё-таки важно, какая погода у нас внутри. Поэтому я с удовольствием принимаю каждый год участие во всех мероприятиях и с удовольствием дарю вот эту частичку себя людям. Украшенный и похорошевший к праздникам город, особенно его парки и скверы, а также центральная улица, стали центром притяжения для гуляющих славянцев. Детвора радостно резвилась на современных детских площадках. Физкультурники и спортсмены занимались упражнениями, используя свободное время на все сто. И днём, и вечером жители общались с друзьями и знакомыми, смотрели кино, отдыхали. Праздничная атмосфера Первого Мая придала всему этому своё очарование. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».